Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот в эту яркую солнечную погоду, ну и вроде бы в условиях относительного безветрия на трамплении летальница Сегодня вот соревноваться лучшие прыгуны Василий Агапов, Кирилл Дементьев для вас комментируют эти соревнования Здравствуйте! Ну, действительно, дождались мы в какой-то степени окончания Кубка Мира Ну и будем надеяться, что дождались его окончания на такой высокой радостной ноте Потому что уж очень хотелось увидеть в эти выходные хорошие дальние красивые прыжки Не было их ни в первый день, ни во второй С одной стороны, может быть, это и плохо было Ну, все-таки соревнования получились не столь зрелищными А с другой стороны, для сборной России они получились вполне даже ничего себе Такими, можно сказать, даже успешными В первый день Дмитрий Васильев индивидуальных соревнований был третьим на подиуме Ну, а накануне, уже в командных состязаниях, наша сборная вновь оказалась в тройке сильнейших и на третьем высоком месте Хотелось бы постучать по дереву, что сегодня будет хорошая погода Поскольку дерева в студии нет, можно по голове на себя постучать Может быть, поможет, потому что намучились, конечно, прыгуны два прошлых дня Когда вроде бы все начиналось нормально А потом с каждой минутой ветер все становился сильнее и сильнее И в результате была сорвана первая попытка Что в индивидуальных соревнованиях, что в командах Сегодня финал 33 всего лишь участника в стартовом протоколе 30 лучших плюс 3 еще славянских прыгуна Примаш Пикель, Роберт Хргота и Ерны Дамья Обрати внимание, вот сейчас наши телезрители смогут, в том числе и мы, вместе с ними, почувствовать себя в шкуре прыгуна с трамплина Установлена камера на шлеме прокатчика И вот он отправляется в полет 215 метров длина горы приземления И вот он вливается приблизительно в место, где отметка К-пункт, К-поинт То есть 185 метров Но вот мы с вами видим, что даже прокатчик улетел довольно-таки далеко Если сравнивать со вчерашними результатами и позавчерашними Прокатчики, да, вот он отмечает таким образом свой прыжок Прокатчики вчера вообще улетали, ну там, наверное, даже до 100 метров не долетали, да, по-моему, мы с тобой смотрели Зависело от того, какую цель преследовала Буквально, практически, да, спрыгивали они с трамплина Ну а сейчас вот такой хороший предвестник к сегодняшним соревнованиям Ну и кроме того, вот десятые стартовые ворота А это говорит о многом Хотя бы о том, что рекорд устанавливался здесь в 2005 году 239 метров Бьерном Айнером Ромореном с девятых ворот Так что это еще выше, будем надеяться, что... Конечно, даже не 9, а 9,5 Да, даже 9, ну 9,5, практически то же самое, в общем Так что есть предпосылки для высоких результатов Ну и вот первая попытка совершать его преимущество Кикель из славянской команды Первый официальный пункт сегодняшнего дня, недалеко Кикель занимает 59-е в следующем месте в общем зачете Так что он здесь в качестве национальной достопримечательности присутствует Национальная квота для славянской команды Вся четверка здесь, но Роберт Крайнис и так бы попал За счет своих последних результатов От сборной России два всего лишь человека Помимо, разумеется, Дмитрия Васильева Здесь присутствует и Денис Корнилов Он занимает 32-е место в общем зачете И будет прыгать под номером 5 Ильи Раслякова и Павла Карелина Поскольку в тридцатке сильнейших нет То и сегодня мы их не увидим на трамплине Да, для Ильи Раслякова таким несколько ущербным получился этот этап В Плайнице В первый день он не смог пройти сквозь квалификацию И не участвовал в основном в рамках соревнований Отметился он лишь в команде Ну, он, наверное, не мог в ней не отметиться Потому что иначе бы команды просто не было Он был четвертым ее участником Но и при всем при этом показал довольно-таки посредственный результат На фоне остальных ее членов Даже Павла Карелина В общем, Илья Расляков здесь не блистал Вот первый действительно неплохой прыжок Под 190 метров А может даже чуть подальше 188,5 показывает Роберт Хркота 20-летний славянский прыгун В этом сезоне впервые он появился В списке участников Ну и сейчас третий славенец подряд будет прыгать Это Йорный Тамьян Куда более опытный Ему уже 25 лет Солидный возраст, кстати говоря Для прыгунов на лыжах с трамплина Учитывая, что лучший на данный момент прыгун Всего лишь ему 19 лет А именно Грегору Шлеренцауэру Так что Можно ожидать Новых лиц в славянской команде в следующем сезоне 187-нибудь метров результат Дамьяна Ну пока вроде такое впечатление летается И можем увидеть прыжки за 220 метров всего Да, было бы неплохо Ну а что касается Йорны Дамьяна То вот можно посмотреть на его лучший результат Это 214,5 метров И прийти к выводу о том, что он не так-то и сильно уступает лидеру славянской команды Роберту Краницу Тот улетал Хотя нет Если посмотреть, то здесь получается разница 10 метров Краница вообще один из лучших результатов 229 Я думаю, что он сегодня, учитывая его форму Будет претендовать даже на подиум По крайней мере, Краниц здесь прыгает удивительно стабильно Да, ну и начался у него этот подъем Если вспоминать его выступление То первую половину сезона Корнилов был довольно-таки неплохо Регулярно попадал в тридцатку сильнейших Даже в десятке однажды отметился, насколько я помню И вообще казалось, что его результаты идут наверх И он будет достойно поддерживать Дмитрия Васильева Которого он пару раз даже сумел обыграть Но вот затем спад коснулся его И в последнее время Корнилов прыгает достаточно средненько Но вот сегодня есть у него шанс Яркое впечатление оставить о концовке сезона Но прыжок пристойный Однако за 200 метров Корнилов не улетал Не улетел, а учитывая разгон и учитывая погоду Пока нужно здесь, конечно, улетать за 200 метров Это уже действительно будет прыжок хороший А до 200 метров все-таки не совсем Сейчас же у Корнилова лишь 187,5 Если не считать прыжка Пикля Все, в общем, укладываются в коридор от 185 пока до 195 метров За 200 пока ни одного прыжка еще мы не увидели Вот, может быть, сейчас увидим Хотя Юта в Атасе, честно говоря, на предыдущих дни не блистал И прыгал в основном в район 160-170 метров Да, японцы и накануне в командных соревнованиях выступили довольно-таки слабо Они с трудом пробились, если я не ошибаюсь, в восьмерку сильнейших Там они боролись за последнее место со сборной Германии Ну и в итоге стали седьмыми Ну а вообще, что касается вчерашних соревнований командных То принесли они довольно-таки, ну, с одной стороны, удивительные результаты С другой и в какой-то степени ожидаемые и приятные Ну и что касается норвежцев, которые вчера выиграли Здесь их первое место обсуждению не подлежит Они блистали и год назад в Планец И вообще они здесь чувствуют себя вполне комфортно Что касается польской команды То она оказалась на подиуме в командных соревнованиях Второй раз в своей истории И первый был зафиксирован в 2001 году Вот столько лет не было поляков на подиуме в командных соревнованиях У них не было никогда, кроме Малыша, действительно сильных прыгунов Сейчас вот Камил Шток, по крайней мере, показывает, что он может своего лидера поддержать Пока, кстати, именно он и является лучшим Среди тех, кто уже выполнил свои попытки Пока вот 195, да, по-моему, метров у него В любом случае за 200 метров мы еще ждем прыжка Ну, что касается сборной России Которая вчера заняла третье место подиума Уже в командных соревнованиях были в этом году У наших ребят второе место в Виллингене Ну, надо отдавать себе отчет, что это не есть показатель, действительно Да, безусловно, безусловно И тот этап Виллингене тоже всерьез, наверное, не стоит воспринимать Наверное, только лишь как вот такой сигнал к тому, что наши все-таки могут Правильно? Если посмотреть, действительно, тогда на состав участников То там многих сильнейших не было Ну, а вот тройку призеров вчерашних мы вам назвали И в ней, наверное, многие не услышали Финляндию и Австрию Финны, к сожалению, вчера выступили ну крайне неудачно Там попали в неудачный поток ветра, что ли Давай посмотрим сейчас прыжок Роберта Краница Потому что это действительно может быть ориентир Учитывая его форму, учитывая его готовность И настрой, с которым он здесь прыгает Для Краница, как для человека, крайне нестабильного Очень важен настрой Думаю, что это может действительно сейчас быть серьезный задел И действительно Краниц летит очень далеко Это, я думаю, лучший прыжок Метров, наверное, 210 будет у него Нет, я думаю, подальше Я думаю, подальше Это один из лучших прыжков будет, возможно, за весь уикенд Ну, ждали, ждали мы от него сегодня борьбы 222, да Лучший, лучший прыжок Лучший прыжок уикенда Ну, вот то, что мы ждали действительно Потому что Краниц был заряжен У него очень многое зависит от готовности Ну, если он действительно поймает вот эту свою форму То он становится конкурентоспособен на самом высоком уровне И сегодня, я думаю, Краниц будет претендовать, ну, как минимум на подиум Ну, еще бы, с таким прыжком 222 метра Смотри, как красиво Высоко Ровненько И приземление чистое Оправдал, оправдал ожидания Словенец Не думаю, что скоро мы Увидим человека, который у него выбирает Да, смотри на оценки По 19 баллов он получает Практически от всех судей И Краниц, конечно же, будет претендовать здесь на первое место Ну, и просто будет прыгать Маргусу Эгенхоферу После такого прыжка Учитывая, что у него у самого даже за 200 еще нет Да Все-таки я закончу свое повествование о командных соревнованиях Финны вчера не попали Даже были далеки от тройки сильнейших Там неудачный порыв такой ветра попал Вилли Лоринто Но интереснее другое Не было на подиуме австрийцев Причем вот это для того, чтобы понять, когда такое вообще происходило Пришлось покопаться И выяснилось, что вот последний раз австрийцы не попадали на подиум на Кубке мира в 2004 году Так что такое довольно-таки редкое событие Больше пяти лет уже прошло Норвежцы сейчас, наверное, после вчерашней победы на подъеме Правда, Лёгкий сегодня и не участник Но все равно зарядился Позитивными эмоциями положительными от своих партнеров по команде И сейчас такой довольно-таки неплохой прыжок За 200 метров есть у него точно Правда, 230 у него рекорд Да, 202,5 метра результат тройера Лёгкий свой Все-таки, имея результат 230, не очень приходится радоваться такому прыжку Но это лучшее, что Лёгкий сегодня показал за этот уикенд В предыдущий, ну не в предыдущий, в первый день у него совсем не получилось А сейчас все-таки приличный результат И он пока выходит на второе место 202,5, приличные оценки Но, конечно, отрыв от краницы гигантский 20 метров Да, ну а вот Том Хильде Он как раз участвовал в командных соревнованиях По идее, нам должны были бы сейчас еще и показать розового зайца Который поддерживал его в первый день На трибуне Но сейчас он остался вне поля зрения режиссера Так что, ну вот видим, что сейчас Хильде несколько неудовлетворен своим прыжком Хотя метров 205, такое впечатление он наскрел Да, 202 есть даже Но, видимо, все-таки рассчитывал на большее Тем более, что прыжок краница показал, как далеко можно летать здесь и сегодня Поэтому очевидно, что прыжок на 202 метра вряд ли может считаться для Хильде хорошим Но все-таки не думаю, что мы увидим много таких полетов, как показал краниц Он по уикенду был, безусловно, одним из самых ярких Наряду с Дмитрием Васильевым Наряду с... Хотел сказать Грегором Шлеренцауэром Но тот-то вчера прыгал достаточно невыразительно на самом деле Потому что в 185 метров он прыгал в первой попытке А до второй дела у него вообще не дошло Кейтуре Слабейший участник в сборной Финляндии Прыгает У финнов, конечно, Хаутамяки и Ольны должны считаться претендентами Особенно Хаутамяки Он вчера все-таки показал 220 метров Соответственно, тоже от него можно ждать подвигов Сегодня, благо, Хаутамяки один из лучших полетчиков мира И обладатель одного из самых больших результатов 235,5 метров Дальше него, по-моему, никто не прыгал Из тех, что сегодня будет на старте Потому что ни Аханина, ни Ромарана сегодня нет А даже Грегор Шлеренцауэр имеет только 233,5 Так что, Матихаутамяки здесь обладатель личного самого высокого рекорда Да, и в свое время он даже долгое время был лучшим в мире Но и, к сожалению, вот вновь приходится отмечать то, что сегодня мы вновь не увидим Герна Айнера Ромарана Вот, хотелось очень на него посмотреть Именно здесь, в планице Но, как он не пробился в первый день в основной раунд Так его и больше... Так на трамплине он больше и не появлялся Пока же его партнер по команде, Йохан Ремен Эвенсен, улетает на 203 метра До крайницы, конечно, он как до луны Далеко ему В этом году установил свой рекорд в Аберсдорфе 223,5 метра И вообще, это прогресс года в сборной Норвегии Действительно, человек, которого мало знали еще в прошлом году Хотя он не самый участник, ему уже 24 года Но, действительно, никто его практически перед прошлым годом не знал Вообще, норвежцы часто появляются из ниоткуда Причем, в отличие от финнов, в уже достаточно солидном возрасте Можно вспомнить того же Андерса Якобсона Которого тоже абсолютно вроде не знали, не знали А потом он раз и стал претендовать на Кубок мира Даже в общем зачете Так что... Ну, вообще-то ситуация такая, в принципе, для прыжков с трамплина довольно-таки обыденная То есть человек может прыгать, прыгать до 30 лет Прыгает, прыгает, ничего не показывает А вот через тридцатник перевалил, и вдруг пошло дело И подиумы, и победы, и так далее Ну, а про японских прыгунов, наверное, вообще сейчас упоминать не стоит Это отдельный случай Тот же Токанобу Акабе Ну, вас уже раз уж сказали Еще раз сообщим, что Токанобу Акабе Ему 38 лет, и вот не так давно он держал победу на этапах Кубка мира Кого еще сегодня можно считать фаворитом? Мне кажется, что Адам Малыш, учитывая его готовность Должен сегодня претендовать на подиум Дмитрий Васильев Ну, помимо уже крайница, который уже претендует Так что нужно считать его заранее Человеком, который сумел обозначить свои претензии на подиум Швейцарцы, которых бы не видели в командных соревнованиях Должны сегодня, я думаю, выстрелить и Андреас Кюттель и Симона Ман Про Харри Оли не могу что-то сказать Нестабильно слишком выступает, честно говоря, в этом году Ну и Мартин Кох Чисто теоретически он еще может показать сверхдалекий прыжок Вот, наверное, этими людьми, учитывая то, что мы видели в последнее время И ограничивается список фаворитов Вот, видите, президент парламента местного тоже Здесь вся элита политическая Словении сегодня присутствует в планице Лишний раз это говорит о том, насколько много значат эти соревнования для Словении, да? Ну, а то, что мы видим сегодня, говорит, конечно, все-таки о том Что это последний этап У нас Владимир Владимирович приезжал в свое время на горнолыжные какие-то промо-шоу Ну, собственно говоря, и неудивительно, учитывая увлечения, например Я к тому, что прыжки с трамплина у нас таким вниманием не пользуются У нас и приехать-то особенно некуда Ну, да Ну, вот второй пока прыжок дня демонстрируют на Риаке коса В Нижний Тагил, разве что? Да, в Нижний Тагил у нас несколько с иным ассоциируются Они с прыжками с трамплина Я думаю, если ты спросишь 15 тысяч человек, с чем ассоциируется Нижний Тагил Тебе скажут совершенно конкретное место, скажем так, заведение, которое будут ассоциируются Уж точно не с прыжками на лыжах с трамплина Тем не менее, в этом году там проводился чемпионат России Ну ладно, Роман Куделька Может быть, удастся ему установить национальный личный рекорд? Все-таки 201,5 не так уж это много А почему бы и нет? Пока ни одного рекорда бы в планице еще не увидели, а это обидно Потому что всегда, каждый год здесь кто-нибудь улучшает свое личное достижение А пока этого не произошло еще ни разу Да, не затем приехали Может быть, Куделка сумеет? Нет Не сумел Метров 190, наверное, у него получилось Повторюсь, видно, что концовка сезона, форма уже очень сильно разнится у спортсменов Кто-то уже мыслями в отпуске Поэтому разрыв в результатах сегодня, я думаю, будет большой Кучности ожидать не стоит Уже, повторюсь, многие устали Устали и не готовы выкладываться по полной программе Куража уже нет, а без куража какие могут быть прыжки с трамплина Это удивительно в этом смысле Куражный вид Ну вот человек, который сколько не прыгал в этом сезоне Никакой усталости даже и не накопил Это Эммануэль Шидаль Он не пропустил, в отличие от других участников Кубка мира Практически ни одного этапа Всюду он отметился И никак не корректировал свою подготовку В плане пропуска этапов по отношению к чемпионату мира, который был в феврале Ну, может быть, во многом благодаря этому Шидаль и находится сейчас на довольно-таки высоком месте в Кубке мира Входит он в число 15 сильнейших Так что это для француза очень и очень достойный результат Ну и вот сейчас Адам Малыш Повторюсь, если краница мы изначально выделяли И он полностью, в этом смысле, оправдал Ожидание, то Малыш тоже человек, который здесь очень здорово прыгает И в командных соревнованиях он дважды сделал отличные прыжки за 200 метров Пусть один раз, конечно, второй раз он не успел И состоялась эта серия Итак, Малыш Ну и главное, что в индивидуальных соревнованиях, субботних, он был на подиуме Второе место занял Сегодня какой-то вялый, честно говоря, прыжок С самого начала это было видно 197,5 Так что на победу уже, очевидно, Малыш сегодня не претендует Но пока на нее претендует один Роберт Крайнис Потому что второй человек на данный момент, после него это наряки коса И с прыжком на 209 метров То бишь на 13, на 14 даже, на 13 метров короче Это очень много, это более 15 баллов Ну, может быть, ты знаешь, может быть, Малыш так и уже свою задачу выполнил в какой-то степени Даже вот после этого подиума субботнего он так сказал Что он не говорил о том, что я бы хотел вновь здесь оказаться А он просто сказал, я очень доволен И вот в воскресенье, как и Грегор, мы бы хотели, главное, чтобы погода была хорошая То есть мы надеемся на хорошую погоду Вот они ее получили, так что, в принципе, вот все для Малыша и сошлось, можно сказать Вилли Ларин, это человек, который потопил вчера финскую команду прыжком на 111 метров Правда, тому ему, конечно, совершенно не повезло С погодой сейчас, на мой взгляд, не доработал В прыжке хороший был уход со стола отрыва И была возможность подальше улететь Но определенные технические ошибки в полете привели к тому, что всего лишь 201 метров Показал, видно, что с точки зрения техники ему, конечно, надо еще Да, но вчера у Ларин-то, может быть, не только в плане погоды не повезло Но еще и в голове, наверное, что-то не сработало Потому что, наверное, пауза на нем, вот эта долгая, затянувшаяся, все-таки сказалась И прыжок у него получился не такой уж и хороший Ну, а вот Симон Аман был на ваших экранах Чувствуется по одеянию Симона, что в Словении в плане сейчас хорошая погода Показали плюс два Да, плюс два На солнце, понятно, верно, еще Да, вот Симон был всего лишь на всем футболочке Так, Андреас Кютель получится далекий прыжок Не получается Опять же, мне кажется И как-то относить начало спортсменов в сторону Во время полета Уж очень влево приземляются они сейчас Мы видим, что с ветром никаких сложностей Так что в данном случае пенять не на кого Особенно Андреасу Кютелю Для Андреаса Кютель это лучший сезон в карьере Пусть он был временами выше в общем зачете В пятерке даже сильнейших одно время был Но титул чемпиона мира это то, конечно, что с ним останется Теперь и Аман чемпион мира, и Андреас Кютель Ну, Андреас Кютель чемпион мира А Симон Аман уже экс-чемпион мира Вот вы видели Дмитрия Васильева Ну, пока огромнейшее преимущество краница Но сейчас прыгает Мати Хаутамяки 220 метров до того, как прыгнул Кранец Именно у Хаутамяки был лучший прыжок уикенда А что сейчас? Умеет он далеко летать, хотя сейчас сложности большие И не видно потенциал В район 195, наверное, метров он приземляется Провал, провал 196,5 Ну, а вот, кстати говоря, раз уж мы вот так определяем Это мы с Кириллом сейчас вот во время полета Когда спортсмен двигается, когда находится в полете и когда приземляется Мы с Кириллом в какой-то степени на глазок определяем, куда, на какое расстояние приземлился атлет На самом же деле, вот как происходит вот этот замер Не только судьи, которые стоят с боков горы приземления следят за этой точкой, за отметкой Но еще есть специальная аппаратура Там возле, то есть вдоль горы приземления стоят камеры специальные И они направлены вот на отметки, на отсечки, которые находятся на этой горе приземления И четко они фиксируют место атлета И когда вот происходит касание с горой приземления То есть попытка считается, приземление считается, место определяется в тот момент Когда не только спортсмен коснулся земли, но и лыжи То есть обе лыжи должны тоже замкнуться с землей И вот эти камеры фиксируют вот этот момент контакта Шаг там полметра Потом это видеоизображение отправляется на, в такой вот, за трибунами Там обычно стоят специальные автобусики, где сидят специально обученные люди Работают они с компьютером Туда им все это видеоизображение отправляется И он уже щелчком мышки быстренько, вот, так сказать, выдает расстояние этому атлету И, соответственно, потом это уже компьютерным способом переправляется в другое место Там добавляются и оценочки И таким образом получается итоговый результат Да, вот так это все происходит Даже несколько быстрее, чем рассказал Василий Ну, я старался сделать каким-то образом То есть поподробнее рассказать об этом Потому что действительно любопытная вещь То есть это не... Здесь делается это, естественно, все технически То есть все определяет техника Не люди Люди стоят и наблюдают так Для, как бы, на всякий случай Если вдруг техника даст сбой Реально все определяет компьютер Можно там в любой момент полета Это все посмотреть, зафиксировать И, соответственно, рассчитать Ну, а после некоторой паузы продолжаются у нас соревнования Финальная десятка Да, запланированная, конечно же, пауза Вот как-то не летится сегодня после краница Вот и Мартин Кох, от которого можно было ждать далекого прыжка Который вчера в первой попытке 217,5 метров показал Сейчас даже до 200 метров не долетает И просто 193 метра показывает Совсем никудышный, честно говоря, до него-то Ну, ты говорил о том, что многие чувствуют себя уже в отпуске Вот я думаю, что Мартин Кох уже там находится, в принципе Ну что, Роберт Кранец задал, конечно, задачу соперникам Потому что пока никто даже в окрестностях Ну а что, это и хорошо Это вызов для Шлинзаура в какой-то степени Конечно, он уже выиграл все, что можно Ну, практически все, что можно в этом сезоне Но, с другой стороны, вот так вот закончить его на красивой, такой победной ноте Ему тоже было приятно, наверное Тем более, что субботняя победа Шлинзаура была так в какой-то степени Ну, не стомканной Да, скомканной 209 метров показывает Андерас Бардель Участник победной вчерашней норвежской команды И Андерас Бардель сейчас выходит на второе-третье место Да, норвежцы, вот Андерас Бардель высказался после вчерашних соревнований В том духе, что их полностью удовлетворяет Вот им полностью подходит этот трамплин в планице Да, вот мы видим, Андерас Бардель выходит на второе место Здесь хорошее настроение царит в команде Вот, кстати, появился наш розовый друг Наш розовый заяц вместе с Суперменом Это такие болельщики норвежской команды Ну, и вот Андерас Бардель их отметил Что у нас здесь хорошая поддержка И, в общем, все просто здорово Ну, а Симон Аман продолжает готовиться Он, видимо, решил, да, ему еще жарко Вот, даже бип его греет Он его решил временно сбросить, наверное Ну, хотя, конечно, это не так Судя по всему, он уже решил одевать на себя комбинезон Потому как скоро и ему предстоит появиться на старте Ну, а сейчас должен Андерс Якобсон выполнить свою первую попытку И видим мы, что некий ветерок вновь поднимается Правда, ветерок этот все-таки встречный Но все равно... Да, здесь тренерская биржа находится с левой стороны Поэтому флюгер нам показывает направление ветра в сторону трамплина Все равно как-то неприятно, честно говоря, это... Хорошая вот символ, такой очень красивая, да, картинка Вальтер Хофер на фоне сердечка Это... Вальтер Хофер это директор этой гонки Директор всех соревнований Да, директор всех соревнований В протяжении уже более 10 лет Прыжкам с трамплина Совершенно он не меняется, надо сказать Абсолют всегда вот такой загорелый, подтянутый Такое впечатление, годы над ним совершенно Невластные Ну и сколько за эти годы он видел всего разнообразного Сколько раз приходилось воевать с погодой Принимать экстренные решения Переносить, не переносить Оставлять Ну и вот сейчас пока Да, начинается у нас Та же песня, фактически Сейчас крайне, я думаю, больше всех переживает Потому что Сейчас что-нибудь случится И, допустим, придется ему перепрыгивать Это было бы, конечно, крайне обидно После прыжка на 222 метра Он, я думаю, сейчас держит кулаки Чтобы нормально все было А может быть Надеяться на то, что, как и в предыдущие два дня Вальтер Хофер махнет руку и скажет А пусть будет по первой попытке Ну, остальные еще пока не все прыгнули Ну вот Пока все не прыгнут Официально первую попытку не засчитали Да, ну, снова у нас знакомая надпись Задержка по причине ветра А вот кто это наметился на 230 метров Это Симон Аман Это именно его лыжи мы с вами наблюдаем Видите, наклеечка такая у него была в месте крепления Лыж 230 метров и смайлик Интересно, о чем думает Дмитрий Васильев сейчас Он приблизительно с таким же выражением лица Вчера сидел на трамплине во время командных соревнований Во время второй попытки Ждал-ждал он в своей очереди И так не дождался Ну, не знаю Мы знаем, что Дмитрий Васильев Человек такой очень спокойного склада Непорывистый, как может было бы ждать от прыгунов Такой у него достаточно умиротворенный всегда вид Видимо, полное душевное спокойствие Ему и позволяет Спокойно относиться вот ко всем этим перетрубациям То, что нервничать, это, конечно, себе дороже Здесь, ну, все зависит от темперамента, конечно, конкретного Но вот, во всяком случае По лицу Васильева всегда видно, что он где-то в себе Переживает все Не видно, чтобы он, например, особенно общался с другими Не шутил или устраивал какие-то розыгрыши Как любят, например, более молодые прыгать Именно когда атлеты находятся вот здесь наверху, да? В ожидании прыжка Как-то он сам по себе Да, в отличие от того же Шлири, который Или Моргенштерна, который любит Или Амана Похихикать, да, или Амана Дмитрий, наверное, не так себя ведет 30 лет Дмитрию Васильеву исполнится в самом конце года У него день рождения 26 декабря Ну, можно сказать, что совсем недавно ему исполнилось 29 Да, ну что же Очередная у нас такая пауза Внеплановая Будем надеяться, что Сейчас уже Возобновятся соревнования Не хотелось бы Очередных задержек Не хотелось бы, но уже ее получили Колоритные такие, конечно, болельщики Вчера удалось без проблем отпрыгать Тоже, кстати, 30 человек практически отпрыгало Пока не дошло до третьей серии Да, да, да И сейчас Вот у нас на 26 номере Возникла пауза До этого до 26 человек отпрыгало Просто как по Нотам Как по нотам, да По плану А сейчас вот, пожалуйста Ну, давайте зато посмотрим еще раз Замечательный полет Роберта Краница Да, попал он хорошо В стол, так сказать И очень красиво Летел Да, после него прыгали многие Но даже за 210 метров Никому больше не удалось улететь До 209 улетел Бардель На 207 улетел Тель-Покмам тоже на 209 Нарьяки Касари Ни Малыш, ни Кох Никто-либо еще даже В окрестности прыжка Краница не сумел приземлиться Ну и остается пока вот у нас 8 человек Однако пока Какая-то вот невезучая Это финальная восьмерка-десятка Вот как до нее дело не дая ходит Так начинается ветер И хоть ты, я не знаю Будь ты Вальтер Хофером Или не Вальтером Хофером В общем, ничего Так вообще, вот как раз вот к этому времени К без 10-11 По среднеевропейскому времени Начинает ветер Как будто вот он запланирован И по плану включается Может быть, надо было раньше проводить соревнования Но вчера ты уже дал такое название Планица, как вне планица Так что вполне она соответствует ему и сегодня Ну что же, замерли в ожидании и болельщики И тренеры команд Вот Мика Коенкоски Сосредоточенно смотрит на флюгер Тут же Каждый концов его человек тоже Да Тут же и все остальные Вчера вот Мика Коенкоски уже пустил Вилли Лоринто И ничем хорошим это тогда не закончилось Яна Ватанин пускал Да, да, виноват, конечно Коенкоски как раз вчера было все нормально Кстати, самое интересное, я же помню, что Андерс Якобсен опять в том же самом положении Именно перед ним была самая большая пауза в первой попытке Я помню, очень долго ждали Минут 10 По-моему, даже вот именно перед Якобсеном Более того, официальный был перерыв Там 10-15 минут А у норвежцев вообще Вот их в этом сезоне преследует вот эта вот Такая волна пауз Причем она всегда настигает их Когда появляются скандинавы на трамплине Якобсен попал второй раз Не только на этом этапе А вообще, вот я имею в виду по ходу всего сезона Там, по-моему, даже тот же Якобсен Чуть с трамплинов проджелата не скатился раньше времени Потому что он сел на него Потом вдруг Мика Коенкоски решил не выпускать его А у Якобсена получается далекий какой прыжок Это метров 220, наверное Да, да, это вот туда же, куда улетел Кранец Первый человек, который сумел поймать ветер И вместе с ним улететь 220 метров Так ветер-то встречный был И мы же видели И сейчас, конечно, может что-то и прирасти в плане результатов Удачно получилось у Андерса Якобсена Приземление, конечно, по-моему, было скомкано несколько Но дальность искупает все Он сейчас выйдет на второе место Да, никакого телемарка тут и в помине нет По 16,5, по 17,5 Словенские вот судьи даже с итальянцем расщедрились Обычно уж минимум 3-то балла за телемарк снимают Но здесь все-таки, видимо, дальность прыжка заворожила судей Итак, в непосредственной близости от Кранеца Теперь у нас есть и Андерс Якобсен А вот главный неудачник, наверное, сезона Томас Моргенштерн Ни одной победы Ни одной победы И 28-е место в первый день Подиум, по-моему, у него можно по пальцам пересчитать в этом сезоне А ведь говорили, что Моргенштерн пришел надолго И не единственный его Кубок Мира будет Ну вот, этот сезон у него не получился И сейчас прыжок неплохой, но не более того Чуть-чуть за 200 метров улетел По-моему, Моргенштерн 202 Если быть точнее Ну и, конечно, определенную ревность должен он чувствовать Поскольку он был всегда самым популярным Номер один в австрийской команде А сейчас пришлось ему уступить И в первую очередь Шаленцауэра Да и Вольгу Ингулёйцлю тоже Ну и чувствуется это по его поведению Он так во всех интервью, когда спрашивают его о соперничестве со Шлири Он так предпочитает уходить от ответа И делает вид, что он этого не замечает И что между ними все в порядке Хотя, конечно же, чувствуется, что его это очень и очень задевает Да, как амбициозно он, в первую очередь, человек Ну что, Кранец выигрывает у Якобсона 7 баллов Благодаря тому, что у того оценки были невысокие А у Кранеца по 19 баллов все были То есть довольно большое преимущество Хотя по метражу не существенное 2 метра всего он выиграл Но у остальных-то Кранец выигрывает еще больше Сейчас прыгает Мартин Шмидт Которого уже обошел Дмитрий Васильев на 2 очка Но Шмидт тоже уже все свои лучшие результаты в этом сезоне показал Сейчас он, по-моему, не готов К супердалеким прыжкам Однако его демонстрирует Тоже туда 220-метровые отметки И это, кстати, у Шмидта вообще будет один из лучших прыжков У него ведь рекорд-то 224 метра 224, да, но, наверное, сейчас он его все-таки не перекроет Но близко, близко Где-то 219-220 метров Но в любом случае это наиболее близкое попадание к рекорду личному Вот у Кранеца был прыжок Но у Шмидта даже ближе Что у Якобсона 225, как и у Шмидта, да? У Шмидта 224 Да Думаю, что Шмидт сейчас выйдет на второе место Потому что он-то Телемарк худо-бедно выполнил 217 с половиной Второе действительно он Потому что оценки у Шмидта выше, чем у Якобса Да, но для Мартина Шмидта и для Дмитрия Васильева, который сейчас будет прыгать Наверное, вот это финальное, вот эти финальные соревнования имеют большое значение Потому что действительно, как сказал Кирилл Между ними такая плотная сейчас борьба За пятое-шеестое место в Кубке мира Всего два балла разделяет двух атлетов Поэтому Это такой важный старт в плане цены Ну и, наверное, для Вольфганга Штайрта тоже он представляет большое значение Наверное, приятно было бы ему опередить лучшего немецкого прыгуна Тем более, вот Шмидт, видите, прыгнул на 217 с половиной И готов бороться У Васильева были очень хорошие прыжки Все, которые он сделал, всего три прыжка официально Он сделал, точнее не три, а на самом деле два Большого счета, потому что в командных соревнованиях Второй попытки делать до него просто не дошло Вот опять ветер Но что? Удастся сейчас Васильеву прыгнуть? Нет, снимает он лыжи, судя по всему Но пока не выходит Три человека прыгнули Якобсен, Моргенштерн и Шмидт Сейчас опять возникает интервал Ну, зато они могут быть довольны Потому что если у Моргенштерна прыжок не очень получился То вот Якобсен и Шмидт были куда лучше И, в общем, они сейчас занимают, соответственно, третье и второе место В протоколе Ну, а кранец пока вне конкуренции Мало того, что прыгнул он дальше всех Так еще и оценки у него были совершенно чудесные Да Роберт Крайниц задал такую высокую планку Для всех остальных И тяжело ей будет Тяжело взять Даже, наверное, и Грегор Шлиронзавару Ну, а Высокопоставленные Чиновники Словении, наверное, могут быть довольны Пока что Тем, что они лицезреют И, думается, паузы эти для них тоже проходят На позитивной волне Дмитрий Васильев, надо сказать, очень последовательно улучшал свои результаты Вначале он попал в десятку сильнее Чахопчева зачета Ну, а в последнее время Еще выше Все выше и выше располагается И, видите, добрался уже до пятого места Хариоли сдвинуть ему не удастся, скорее всего Все-таки там 69 очков Это тяжело будет отыграть В одном единственном старте Ну, а тройка лидеров Там она С огромными отрывами Правда, Вольган Клюетель После побед на турне 4-х трамплиров Немножко сдал И уже не Показывает прежних своих стабильных результатов После чемпионата мира В особенности Ну, а вот Симон Аман набрал 1716 очков Тоже, кстати говоря Великолепный результат Если бы не Шли Ринцауэр, конечно Именно он бы Выиграл бы Бокмира в этом году Мы помним, что Аман Ярко очень начал И выиграл, по-моему, 4 4 этапа в начале Он выиграл все, что было до Нового года До турне 4-х трамплиров Да, до турне 4-х Даже на, по-моему, первый этап Турне 4-х трамплиров Который был до Нового года Он его выиграл А вот уже потом У Симона Как отрезало все равно Да, ни одной победы больше у него нет Да, побед у него больше не было Вторые и третьи места Пожалуйста Надо сказать После турне 4-х трамплиров Можно по пальцам пересчитать Этапы, которые не Шли Ринцауэр выиграл Лойцель выиграл еще один этап Харри Уолли, по-моему, пару этапов взял Ну и, собственно говоря, кто? Да, все остальное Шлири взял себе С этапов Закопана По этап в Клингентале То есть это в течение Заново будут прыгать первый раунд Седьмых ворот В течение месяца Шлири был непобедим С января по февраль Ну а вот мы видим, да Такую довольно-таки радостную надпись Роберт Кранец, я думаю, сейчас ругается На всех известных ему языках Проклинает ветер организаторов Погоду Что еще тут можно проклинать? Потому что, конечно, большое это удовольствие Для тех, кто уже прыгнул Особенно вот для него самого Ну и видите Свист даже какой-то уже раздается Потому что вряд ли это Новый кого-то сильно обрадовало Конечно, чудят организаторы Все выходные Вообще пять человек осталось Конечно, странно Можно было, наверное, все-таки дать им допрыгать Ну, видимо, бояться за безопасность Как это еще можно Так описать, потому что Вчера приблизительно было то же самое Когда командные соревнования Второй попытки Уже подобрались к последней десятке И вот, казалось бы, уже Осталось совсем чуть-чуть И вдруг Появляется сообщение Об отмене результатов второй попытки И признание первой Как итоговой Ну, тем не менее Вот сейчас мы видим Опять прокладчика Отправляется он в бой С трамплином И с ветром Но Дмитрия Васильева мы все равно сейчас увидим Он будет первым? Да, получится, что именно он будет первым Из всей Группы Прогунов И пойдут они, соответственно И так далее А те, кто начинал Будут прыгать после уже Штейронзавора То, что снизили стартовую площадку Это, конечно, замечательно Но Ветер-то они этим не снизили На самом деле Как он был, так он и остается Наверное, ты знаешь Может быть Вальтер Хофер Принципиально решил не проводить Вторые попытки И вот Чтобы засчитать Первую как итогу Он решил ее еще раз прокрутить И сказать в итоге Ну пусть будет Первая финальная Да, ничего здесь в этом году нормально не происходит Ну, вот Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев уже раза три, по-моему, одел лыжи И столько же раз их снял Что еще с площадки собираются Да, и еще будут снижать Еще? На нулевой уровень? Ох Ну, шестый Шестый Ну, так и до первых ворот Скоро дело дойдет А мы с тобой уже говорили о том Что Грегор Шлирензаур Может, в принципе, и оттуда прыгать Ему-то все равно Ну, не вчера Да, не вчера, конечно Но Вчера всего 185 метров он прыгнул Только-только Капоин зацепил Да, в общем, все ниже и ниже Наверное Если бы был вот сейчас здесь В непосредственной близости Малый трамплин или средний Может быть и туда бы переместили Да, детский Туда бы переместили Атлетов Для надежности Ну что, Дмитрий Васильев Будет открывать, так сказать Первую попытку Все, что было до этого не в счет Включая прыжок Краница на 222 метра Ничего похожего теперь не увидим Учитывая сокращение горы Ну и Дмитрий Васильев открывает Получается первую попытку Что у него получится Посмотрим Далекий прыжок получается у Васильева Молодец Туда же, кстати, к 20 метрам В район 218-219 где-то будет 218, да, 217 с половиной мы видим Ну для такого разгона Молодец Замечательно Если опять же это засчитают Гарантии никак никто дать не может Да, ну Приземление неудачное К сожалению Ну, наверное, вытягивал Тянул он до последнего Свой прыжок По 17 баллов получает Ну, наверное Тут вот не страшно Учитывая длину прыжка Однако Повторюсь Заранее считать Что этот прыжок Васильева останется Лучшим, да Лучшим И вот именно что он будет Сейчас Вот эти 5 человек Которые будут впереди И плюс Точнее, четверо И плюс Роберт Кранец Который Через некоторое время Будет стартовать Вот, наверное Они и дадут нам понять Серьезность результата Васильева Нет, кажется Результат-то серьезный Это вопросов нет Просто Насколько он Насколько погодочка Высоко Хариоли Да, Хариоли, конечно же Дальше улетает Ну, тоже в тот же Действительно район Да, но Хариоли-то Метров за 220 Приземлился Он Как раз 225 Конечно 225 метров Наверное, ты знаешь Может быть Не понимаю я Зачем опустили сейчас Организаторы Стартовые ворота Мы видели четко Что ветер-то встречный И это значит Будет Наверное, это значит Что Так как ветер встречный Это значит Что дальность полетов Большая будет Наверное Вот если посмотреть На то, как Рекорды этого трамплина Менялись То приблизительно Они Менялись С интервалом Там Ну, в десятилетие Приблизительно Вот Может быть Вальтер Хофер Решил, что Слишком рано Будет В этом году Бить Планецкий Рекорд Как бы то ни было Лучший прыжок Уикенда Показал Харри Оль И это, кстати Почти его рекорд У него 222,5 Если в этом году В Оберсдорфе Был показ Да, сейчас 225 То есть Практически Под свой личный рекорд Он выступил Далее прыгал Вольган Клейцель Ну, у него Получилось похуже Ну, он все-таки Не летчик Не полетчик Наверное Ну и К концу сезона Подустал Честно говоря 203 метра Результат Вольган Клейцеля Да, но посмотри Практически На треть Снизили разгон По сравнению С тем Что мы видели В Самой первой Первой попытке То есть Тогда стартовали С десятых ворот Сейчас шестых А результаты Ну Можно даже сказать Улучшились Да Представляешь, что было бы Если бы Осталось все по-прежнему Тоже не факт Что было бы иначе Да, не факт Но вполне возможно Симон Аман 219 метров Его лучший результат В карьере Хотел 230 Хотел 230 Да Давайте посмотрим Совпадут ли Его желания С возможностями Пока с возможностями Вета Все это не очень Совпадает Такое впечатление Мартин Кюнцель Все-таки Да Дает Отмашку Скорость Пониже Однако Прыжок Будет по-моему Очень далекий Даже сверхдалекий Ох ты Ну Метров 230 Наверное Уже есть Молодец Браво Симон Приземление Да По-моему То что заказывал То и получил На самом деле 233 Браво Симон Аман Просто молодец Ему как личный рекорд Учитывая Что по-моему Было Что-то вроде Падения у него Но по-моему Все-таки Он не коснулся Земли Сейчас посмотрим Потрясающе Он приземлился Где-то Так Ну То есть Он назад Конечно же Отклонился Но Так Ну До рекорда Трамплина Осталось Всего 6 метров 233 метра Это конечно То есть Не трамплина Даже мирового рекорда Осталось Всего 6 метров Всего это Ну Да Тем не менее Эх Чуть-чуть Симон При приземлении Не удержался Ну вот видите Оценки не высотки Тем не менее Да Все-таки посмотри Вот Выиграл он у Олли Почти что 10 метров По оценкам Уступил Так что Не факт Что засчитают Это его Как личный рекорд Кстати говоря 233 метра Это конечно Потрясающе Но В общем Реальная длина Его прыжка И меньше Потому что Оценки Да Надо было Наверное ему Все-таки Вот То что написал То и делать Ну что же А сейчас У нас будет Главный Орел Австрии 19-летний Грегор Шлирензавер Обладатель Кубка мира Этого года Не Вот так Это уже Действительно Забавно Испугались Испугались Организаторы Прыжка Амана И опять Все не в счет Теперь будут Прыгать с четвертых Ворот Просто Уже решили Видимо Это уже На анекдот Похоже Да Всех уже Решили Утопить Своими Постоянными Переносами Ну и Судя по всему Если так дальше Пойдет дело Хорошо Хоть три раза Никому не придется Уже к часу Первая попытка Хронометраж Ее подползает Мы уж привыкли Что у нас тут Все значительно Есть все Шансы для того Чтобы Второго раунда Не было Ну да Чтобы традиция Была поддержана Хорошо Хоть никому Три раза Наверное Вальтер Хофер Так приблизительно И рассчитывает Повторюсь Хорошо Хоть три раза Пока никому Прыгать Не придется В этой первой попытке Потому что Что Васильев Что Аман Они хоть не прыгали Первый раз Десятых ворот Вот Шрилензавер Теперь будет прыгать С четвертых Интересно А если он сейчас Тоже за 230 Улетит Куда тогда Будем Идти Ну вот туда же Туда же На первые На первые Вальтер Хоф Алекс Пойнтер Ждет Шлири 233 с половиной метра Его рекорд Да Уже Действительно Почти час Ну и Минимум Еще полчаса Они уж Как-нибудь Отпрыгают То есть Точнее Даже больше Видите Уже 100 Км в час Ворост На остальной Отрыва Не мешает Это правда Шрилензавер В срок Прыгнуть далеко Где-то в район До 213 метров Наверное Дальность Дальность Конечно же Ограничили Эти Судьи Видно Очень хорошие Ветровые Условия Потому что Даже Видите С четвертых Ворот Тем не менее Шрилензавер Полет Тоже Не засчитывается И Передвинут И чуть повыше Посмотрим Но я думаю 210 Уже пойдет За счет А если Крайница Улетит Опять на 220 Что делать Ну Факт есть факт Отпрыгали Уже все Одна из всех Этих Трех прыжков Только один На данный момент Является Официальным Да Вот нам показывают Замечательнейший Совершенно Полет Амана На 233 метра Который Теперь Ему останется Только для Личной коллекции И пойдет Никоим образом В зачет Рекорд У него остался Прежний Только для Собственного Удовольствия Можно сказать Он Прыгнул И тоже Касается И Роберта Крайница И Дмитрия Васильева И Мартина Шмидта И Андерса Якобсона Которые Очень далеко Улетели В первые попытки Которые Теперь им Придется Повторить Да Но прыжок Конечно Амана Самый Красивый Получился Виде Да Видно было Что Аман Приземлялся Уже так На прямые ноги Вертикально Да Вертикально Практически Он Садился Тут не то Что от телемарки Речные Можно даже Держать равновесие Да Уже он На прямых ногах Был Да Еще про Харри Уолли Забыли Которые 225 Прыгнул Практически Подличный Рекорд Хорошо Вот не забыл Было бы Обидно Ну и что Теперь то Чего Чего стоим Кого ждем Ты хочешь сказать Да Потому что Вроде как Рестарт Объявлен Но Чему-то Номер один А именно Примаш Пикель Который прыгал Уже час назад Кстати говоря Ну вот Перерыв 10 минут Все заново Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжается у нас Нескончаемая совершенно первая попытка В плане В плане Точнее Началась она Заново Есть прыжок Грегора Шлиренцауэра На 210 метров От которого Мы Пока пляшем Ну а Вот сейчас Заново пошла Словенская бригада Примаш Пикель Роберт Хергот И Ерна И Дамьян Но вот Прыжки у них Получаются Гораздо хуже Чем у Шлиренцауэра И чем В первой попытке Счастья большого Понятно Ребят Не испытывают По поводу того что Час спустя Их заставили То же самое Вновь делать Это еще и хуже Ты знаешь Я вообще бы даже сказал Что Вот эта первая попытка Она тянется еще с субботы Да С пятницы С пятницы даже Да Поэтому вот она такая Нескончаемая Эта первая попытка Растянулась она уже На три дня Ну и Такое впечатление Что конца и края Ей пока что не видно Да Видимо действительно Пора заканчивать сезон Раз Такие дела У нас происходят Кабил Штох Прыгает С четвертых Напомню Ворот Но вот у него Получилось все равно Неплохо Даже получше По-моему Чем в первой попытке Где у него Да 195,5 Это вот та длина Которую он регулярно Выдает с любых С любых абсолютно Ворот Видимо неважно Какой разгон Все равно Причем ты знаешь Такое впечатление Что уже Потерялись в этой Первой попытке И судьи И все остальные Потому что Поначалу написали они Что пауза будет Десять минут Потом спустя Тридцать секунд Появилась информация Что три минуты Семь уже прошло По планинскому времени Поскольку здесь у нас Явно совершенно Опять идет Опоздание То Минута считается За пять Так что В общем Совершенно удивительные События у нас Происходят Ну а вот Денис Корнилов Один из двух Наших Атлетов В этих соревнованиях Индивидуальных Давайте понаблюдаем За его полетом 185 метров Он у него получился Итого по-моему Даже нет 184 В общем Не густо И во второй раз 181 181 Да С половиной Повторюсь Это довольно стабиль Неудивительно Учитывая То как Последнее время Выступает Корнилов Все Можно Будет ему отдохнуть Если конечно Здесь опять же Не будет чего-то еще Например Второй попытки Которую мы здесь Еще не видели Или 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 Попросит на бис Первый Или первой попытки Версия 3.1 По-моему Притомились уже Не только Вот И атлеты Но и тренеры И болельщики Нашли Болельщиков тоже Уже давно не слышно Вот поначалу Сейчас было Три Словенца Сейчас крайний Будет прыгать Я думаю Услышим Да Ну а так Крикнула Вокруг тишина Но Юта Ватазе По-моему Прыгать бросил Уже Может быть Это он в позу Встал Вы меня заставляете Перепрыгивать Вот вам Так сказать Прыжок Да Смех Свой слезы Интересно А Роберт Крайни Не будет прыгать Каким-нибудь Плакатом Типа Например Я Против Я против Да Я вам Всем покажу Движение Музыкантов Тоже Лишний раз Да Приходится Ну что Штефан Хокке Будет прыгать Седьмым Пока У нас Камил Шток Занимает Второе место Первая Грегор Шлеренцалер Которому вполне возможно Кстати С ветром Еще немножко повезло Ну Наверное Зацепил он В какой-то степени Вот этот Отголосок Порыва ветра Который Унес Симона Амана На 233 метра При том Что даже Шлири прыгал С ворот Которые Располагались На 2 ступени Ниже Ну а Штефан Хокке Всего лишь 172 метра Показал Получил Средненькие Оценочки Ну ему уже Похоже Давно Хочется Отсюда Устраниться Но Судьи не дают Ему это сделать Да Еще сейчас Придется его ждать В окончании Первой попытки Да может быть Снова попросят Да и Кито Его лучший результат 222 С половиной метра Было это Также В 2005 году В Планице Тут вот Мы тоже пошли По второму кругу Да Представляет Лучше Ну тут На кого не посмотри Тут У 70% Участников Которые У нас Существуют В этой Первой попытке У них у всех Рекорды были установлены В Планице В 2005 году Да Исключение На самом деле Здесь всего лишь одно Это Харри Оли Который 225 И 5 Прыгнул в Оберсдорфе И еще Йохан Рэмман Эвансон Который тоже В Оберсдорфе В этом же году На 2 метра Меньше Показал Так в принципе Ну и вот Вот болельщики Начинают Заводиться Потому что Роберт Кранец Лишенный Прыжка На 222 метра Сейчас попробует Доказать Что ему Не важно Когда прыгать Может он прыгать Далеко Да Ну а болельщики Попытались Продемонстрировать Что они готовы Терпеть Сколько угодно Долго И вытерпят Все Первые попытки И если придется И вторые тоже Сосредоточился Роберт Кранец Очень бы хотелось Чтобы он все равно Далеко Прыгнул Заслужил Он все таки Вот так же Как Вчера Совершенно Выбило Из клини Вот это вот Отмена Рестарт Потом еще Неизвестно что Молодец Вилли Лоринто Все это прилично Да Сегодня К счастью С Робертом Кранец Это не произошло Срочно конечно Он расстроен Потому что 205.5 Это не блестящий результат Проигрывает он Шлеренцауэру Порядка 4.5 метров Но Тут И то Неплохо Потому что Человек Перенервничал Конечно Перераспереживался Потому что Так вроде Был лидер Лидер А потом Раз И все Ну а может быть Я даже не знаю Вот Чем еще Объяснить Вот эти вот Помимо ветра Вот эти Постоянные Рестарты И откладывания Попытки По-моему У нас После После Шмидта Да Перед Васильевым Объявили Впервые О смене Стартовой площадки Нет Перед норвежцами Традиционно После Бардали Перед Якобсоном Нет Шмидт еще Шел В борьбе С краницем Второй Так что После Шмидта Перед Васильевым Сейчас прыгает Маркус Эгенхофер Который Пока Никак За 200 метров Не улетит Не улетит Не сейчас Да Даже если Будет Размахивать Руками Как он Сейчас Делал У него Где-то Метров 160 Да Получилось Да Едва 162 Ну да Ну знаешь Вот как-то мы Увидели Такой эпизод Того что Должно Происходить В планице И тут же Все это Нам Обрубили Ну кстати Сразу хочу Сказать Что если Все таки Здесь все Пройдет нормально И даже Будет объявлена Вторая попытка Мы вам ее В прямом эфире Не покажем Потому что В 2 часа У нас будут Начинаться Лыжные гонки Прямая трансляция Из фалуна Соответственно Мы будем Показывать их А Нам стоит Надеяться Что второй попытки Не будет Уж в любом случае Даже если Сейчас Ребята будут Прыгать нормально Все равно Не успеем Потому что Еще как минимум Минут 25 И плюс перерыв То есть В любом случае В 2 часа Мы Из планицы Так или иначе Уедем Да Может попробуем Если вдруг Что-то будет Показать вам это В другое В другое время Но Повторюсь Вероятность того Что вторая попытка Будет На мой взгляд Не велика Да Потому что Вчера тоже Лыжи Беговые Были Следом И они начинались В 3 часа дня И тогда Вот Когда подобралось Все собственно К ним Решили Пахнули рукой Да Решили Остановиться В планице И Принять все Как лист Ну вот Том Хильде Имеет шанс Поправить Свою попытку У него в первой Это было гораздо лучше Да Было лучше Но он был недоволен Сейчас тоже Сейчас тоже Да Хильде Даже уже не знает Радоваться Или Разочаровываться Какой-то у него Такое Устал Наверное Не только Он Это у нас Устали и прокладчики Да Это звукой П Если я не ошибаюсь Был Лыжник Он уже так Лениво Смотрит На это И все И думает Наверное Про себя Поскорее Бы закончилось Да Это утомительный Получается Для всех Уикенд Ничто Не происходит По плану Каждый раз Проблемы Кали Кейтури Сборной Финляндии Едва Едва Залетает За 185 метров Понятно Что Чем меньше разгон Тем больше Требований к технике В общем Показать Далекий прыжок Сложнее Да Кстати В данном случае Когда Когда разгон Уменьшился То Здесь уже Нужно Так немножко Наверное А вот видите Кейтури Говорит Надо ему Нужен спонсор Кстати Говорят Да И Сань Даже У него Там Да Он Об этом Все время Говорит Кали Кейтуре Что Чуть ли не За свой счет Ему приходится Путешествовать Везде И С этим У него Серьезная Проблема Ну вот Показал Всем Ее не испытывает Да Кстати Молодец Правда Вот этот прыжок Вряд ли Добавит Ему Вестов В этом смысле И посмотри Как-то Вот низко Летят Сейчас Такой Отлеты Может быть Сейчас Как раз В роза ветров Уже Немножко Против них Работает 184,5 Результат Йохана В отличие От Австрийцев Моргенштерна Шлерензауэр И Других Вот У Кейтуря Такого Обилия Желающих Ему Помочь Нет Уже И техника Слегка Обалдела Чего Этого Сейчас Будет Трыгать Да Что касается Вот Того Что мы Говорили С тобой Не о технике Телевизионной А технике Прыжковой Часто она уже больше Наверное приближается К Большим Промплим Правильно То есть Сократили Разгон Там Было 90 с лишним Метров Это Такой уже Не самый Большой Михаил Неймайр Уже давно Не летается Так что Данная перепрыжка Не сильная Помогла Так За 185 Полетел 186,5 Но у него Тоже Заметно Что Устал Уже от сезона И Травмы У него были Если В Викерзунде Он еще пытался Что-то показать То здесь Уже видно Что просто Ну Нет Задора В первую очередь Хочется 186,5 Теми Он пока Пятый Кстати говоря Там есть Два Десять Но очень хороших прыжка У Шлеренцауэра И у Краница Остальные Не долетели До двухсот Да Так и есть Михаил Орман Несмотря на Свой лучший Результат 226,5 У него тоже Даже Не улетит Прыжки Какие-то Не слишком Большое желание Часто говоря Чувствуется Чуть подальше Да В район 190 метров Первая попытка У него даже Похуже была Но все равно Это не то На что он Обычно Рассчитывает 192,5 Дальность прыжка Михаиля Урмана Он сейчас Видимо выйдет На четвертое место Третье Я так понимаю По прежнему Камил Штох С прыжком На 195,5 А Урман Видимо Сейчас будет Четвертым Тема Это уже 16-й Стартовый номер Дальше будет Прыгать Наряки Коса Скоро мы Приближаемся К экватору Наряки Коса Имел За 200 метров Прыжок 209 У него было Сейчас Сложнее Будет Конечно Вновь Туда улететь Читая В том числе И погоду Посмотрим Что получится Коса Очень мне нравится Молодец Да Меликолепный Прыжок 210 Наверное Да Под 210 Это будет Второй Видимо Результат Просто Красавец Мне тоже Оказалось Что будет Хороший У него прыжок Даже По флагу Кори Янтила Это можно было Понять Встречный ветер Да А вот Мне очень нравится Наблюдать За коса Как он В воздухе Летит У него Всегда Очень широко Расставлены Ноги Даже Какие-то Элементы Стиля Камикадзу Да И вот Смотри Он руки Так Кто-то Их прижимает А коса Наоборот Он их так Расправляет Еще и пальцы Расправляет И кажется Как будто У него там Крылья вырастают Чуть-чуть Проиграл Все-таки Практически Одинаковый результат Вот Когда прыгал Козу Козу 201 201 нет не установил повторил ровно туда же улетел но приятно приятно касая говорил же что прыгал еще и при старом стиле когда вот лыжи не разводили параллельно до в параллельном потом вот ему очень как и другим как многим как всем наверное лыжникам помог вот этот новый в стиль ну и потом пережил и вот эту реформу лыж которые стали более короткими в общем видел он все кудалка четвертый ну касаясь титул олимпийского чемпиона в команде поэтому хотя нет у него как раз нет да мы помним что не было вот это действительно ну что же эмануэль шидаль ну опять начинается или нет 19 номер там к якобсу норвежцам хорошее состояние беремся к норвежцам ну вот мы видим что флаг о пекине емилы развивается уж очень интенсивно и судя по всему ждет нас очередная пауза кара нет и красненький красный красный свет не будешь на 5 начинается старая песня о главном рано рано до норвежцев немножко не дотянули до не хватило шедаль у малыша ларинта кютеля и хаутомяки с кохом о посмотрите что начинается привитивная мера до норвежцев повторюсь не дождит не дотерпели на вот и знаменитые шлемы викинговские томас моргенштерн уже устал улыбаться да кстати говоря даже даже уже от него интересно о чем сейчас думают зрители сложно сказать дальше даль вновь на стартовой площадке сейчас по всей видимости удастся ему все-таки прыгнуть да все махнул рукой и флажком и наши даль единственный ступающий в таком лилового цвета комбинезоне улетает ну что так 200 метровой отметки немножко меньше по крайней мере это не провальная по наши далее у нас дело вроде бы сдвинулась немножко сейчас вот как он себя забавно в полете что-то кричал такое впечатление и ухнем наверно кричал мы знаем что толкатели ядра или диска любят сопровождать особенно молотом да 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 отлететь звуковым то нужно даже чтобы молот летел нужно чтобы помочь ему помочь рингом криком здесь тоже мало что его как раз не думаю что сильно расстроила отмена результат в первой попытке потому что у него у самого так как раз там нечем было хвастаться какое дело что лучше тоже попросили стороны между тем ты знаешь мне кажется что уже там не шестые ворота а пятые а уже до 4 точно точно я кто потерялся в районе шестых в итоге решили четвертый нашли ренцауэр это началось так почти одинаковые результаты ушли ренцауэр и касаемо 4 десятых разница извини я тебя перебил да я просто хотел сказать что я думаю второй попытки уже у нас точно не будет это будет мучение не только третью сделать три попытки чтобы компенсировать еще и пятницу из корнилов пока на тринадцатом месте знаешь как он к нему относится но там все не останется уюта в атасе с большим отрывом на последнем месте ну помню какой у него получился а вернее сказать не получился прыжок да совсем не летальница у нас получается вот да ветер наяривает вовсю хоть трамплина называется летальница никакая он не летальница есть опасения что вальтеру хуфру вообще придется отменить соревнования вот это конечно будет совершенно замечательно про мучились 2 часа с лишним и никакого результата это придется это уже будет совсем профанат зачем люди выходили до старта по два раза прыгали другое дело что пока вот на иммануэле шидали все закончилось садом малыш прыгнуть не может я заметил на трибунах еще и венгерский флаг не убежден я венгров никакого герберта на флаге да вообще наверное какая может провинция да и местная вольфган клюетель нам показывает что тоже он уже обедать пора безобразие ну вот пожалуйста сколько раз вы увидели за этот уикенд уже просто даже если считать проголодался действительно они тут уже давно трамплине с другой стороны в общем как раз к этому времени может быть вторая попытка бы закончилась да если бы все шло как надо я думаю вполне произойти ориентировать на 40 минут плюс перерыва плюс еще 40 как раз так нет может быть вот трех спортсменов все-таки во второй попытке должно 30 участников быть да вот калеке который кстати продолжает здесь он наверху не собирается продолжает призывать заинтересованные компании проспонсировать его странно действительно все-таки довольно известный прыгун да он об этом очень так развернуто рассказывал и в общем с такой горечью в голосе потому что ну странно что у него нет спонсора финляндия не самая богатая страна причем кризис конечно по ней достаточно серьезно ударил в общем может поэтому причем он даже говорил что вот помимо прыжков ему приходится подрабатывать там в других местах то есть прыжки с трамплина у него получаются такими half-time job в общем видите такое бывает конечно в германии в австрии там значительно лучше финансовое положение участников они очень популярны хотя и финляндии тоже просто страны более богаты есть кому ну что же может нам похлопать уже и пойдет дело вот вроде бы ады малыш улетает на трамплин прыжок будет хороший да тоже по 210 метров малыш все-таки на классе что называется исполнил где-то 205 наверно как у краница чуть побольше не 210 туда же улетел куда и шлерен зауэра косаи теперь посмотрим какие у него будут оценки но чтобы у малыша были плохие оценки я часы г не припоминаю ну есть только с приземлением не случаются какие-то проблемы да наверное может надеяться до малыши на то что все таки этот прыжок будет засчитан у него как финальный да есть надежда хорошая разножка ну что первый видите благодаря оценкам в 19 баллов он обходит и шлорен зауэра и косаи новый лидер у нас адам малыш ну и пока бери состоялся прыжок перевели лоринта которого нет на лыжах призыва к спонсорам да есть у него какие-то там надписи на шлеме на костюме на комбинезоне на лыжах тоже что такое присутствует ух ух да но это было просто опять свели лоринта это происходит второй раз но здесь вообще была опасность того что он просто потеряет контроль над лыжами и как ян мазух может быть помнишь такого чешского прыгуна вот приблизительно также было его просто опрокинула в воздухе но здесь вели лоринта просто наверное за счет опыта и мастерства своего удержался в воздухе потому что ну очень опасно было да тут за голову даже я на вата не схватился из-за сердца тоже она только что послали это опять происходит второй раз подряд да они так страшно знаешь может быть это конечно все таки и в психологии дело очень-очень опасно хорошо что все-таки обошлось землился блоком да ну знаешь вывел думается ульда пронесло что называется потому что выдохнул он и сам вот он и показал второй раз он со мной такое происходит и слава богу что все так для него закончится ну что я думаю это послужит поводом для очередной паузы ну да перенесут еще куда-нибудь что-нибудь да пауза-то возникла там сейчас андреас кютель должен по идее прыгать после такого прыжка лари то может быть опять какие-то задние мысли появятся другие у судей и организаторов тоже как-то все это не очень красиво выглядела самое главное опасно да вот пожалуйста вам и вальтер хоффер которого в той ки отложиться какая-то повышенная у которого выражение лица не меняется совершенно вне зависимости от того что происходит на время к сожалению неумолимо в 15 минут третьего у нас должны начаться да так что у нас теоретически есть еще полчаса да тут в общем пошлила и этим не ограничиться потому что еще осталось у нас но будем надеяться что давай давай вот просто я не знаю что нам нужно сделать что вот нам нужно сделать для того чтобы вот сдвинуть эту первую попытку все-таки чтобы она наконец пошла поехала полетела андреас кютель хороший уход со стола отрыв может быть далекий прыжок нет что-то как-то его обрушила очень резко сам не доработал то ли ветер в итоге всего 176 плейный получился хотя по первой части прыжка казалось что может быть далеко да 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 а тут вот таки вышло непонятно что да пока у нас король свисла на первом месте там близкие очень результаты у троих одинаковый по сути прыжок шлири кстати с первыми да и шлири соответственно сдвинули малыш первый шарен сауэр второй так что если вдруг закончится все так как есть пока то есть второй попытки не будет ну а судя по всему и действительно не будет потому что уже не надо просто никуда понятно кто ее покажет да потому что до первых нет никакой гарантии что все будет быстро а во вторых всех же тоже свои так что он отведен шлири здесь не выиграет на тихоута мяки совсем прыжок по он там светом действительно что неважно потому что подряд мы видим несколько очень невыразительных прыжков всего 181 метр у хаута мяки ну ладно одним меньше все равно осталось десятка сейчас орвежцы как раз скоро появится барда или якобсон пока мартин кох хаута мяки на земле уже еще 10 человек у нас наверху в том числе дмитрий васильев который попал в середину в этом смысле то есть да и уже после его прыжка сделали заново и более того им дело не ограничилось еще симон аман сделал ступил и после него уже пошло то что мы видим сейчас мартин кох долговязый остриц вновь выходит на трамплин первая попытка была слабая тоже как-то он так хотя вроде бы дальше дает поначалу показалось что немного не уверен но он в начальной стадии полета вел себя потом вроде бы установился такой у него сто девяносто с половиной тела результат коха до 200 метров не долетел так ну вот сейчас наверное такой момент истины да предстоит ну скорее все таки не сейчас бардель у нас менее подвержен таким вещам то вот якобсон как лакмусовая бумажка если перед ним будет пауза защищем хороших деталки хочется до вольфган клей цель показывал нам что он уже в принципе проголодался муж прыгать еще прыгать в принципе если присмотреться когда показывает эту комнату ожидания там есть и автоматы с едой и с напитками так что теоретически конечно же не практически атлеты могут подкрепиться там самое обидное что прыжки пошли уж больно невыразительные вот видите андерс барда всего сто восемьдесят девять метров как-то это некрасиво немножко ну такой же получился уикенд да и ничего тут не поделаешь 10 пока андерс бардель уровень результата кстати я думаю что сейчас спортсмены особо не воспринимают их всерьез то есть они так смотрят на цифру чисто вот для для статистики что называется даже наверное и в статистику это заносить не стоит ну то есть неужели якобсен прыгнет 10 ну ладно и пойду пожалуй неужели якобсен прыгнет без приключений то удивительно но факт у него был далекий прыжок в первой попытке которые уже нет сейчас такого далекого не будет очевидно еле еле туда под 185 до 183 даже если быть точнее удар вязать совсем ничего не получился второй в этой перепрыжки да она им очень конечно подпортила на результаты и в целом выступление здесь ну хотя вряд ли нет она не подпортила ничего они вчера сделали дело то что сейчас ну ну что по делу что остается только и развести на руками и все и и забыть и адам малыш продолжает оставаться лидером с небольшим преимуществом над грагером шлирензауэром и нарядки касаем все трое улетели до 210 метров а сейчас прыгать будет томас моргенштерн которого в первой попытке было чуть чуть дальше 200 метров 202 полунули прыгнул потом были хорошие прыжки шмидта васильева олли ну и сверх далекий прыжок амада все это мы вспоминаем если кто и даже ностальгии сейчас вряд ли да да вот шлирензауэр вообще 170 он не за ним что же да простите да моргенштерн да 170 ровно как раз поэтому по моему уже все потеряли какой какой бы то либо интерес к происходящему и вот выполняют свои прыжки лишь для очистки совести сейчас будет прыгать мартин шмидт кстати говоря у него самый древний личный рекорд из всех в 2002 году его еще установил в плане с тех пор никак дальше не улететь не мог у него были плохие сезоны собственно говоря когда он совсем ушел в тень и никак не мог ну пожалуй что сейчас нам интересен этот прыжок мартина шмидта потому что в зависимости от того каким у него получится и соответственно следующим митре васи следующую дмитрия васильева вот наверное определиться кто же займет в общем зачете кубка мира 5 6 милосей лего все шансы то что у шмидта второй прыжок совсем не получается в отличие с половиной всего лишь да и соответственно дмитрий сейчас имеет хорошую возможность правда не летится сейчас прям скажу видно никому практически последний приличный прыжок был сейчас не вспомню у кого у малыша собственно говоря с тех пор все опытные классные прыгуны такие как хаутомяки как кьютер как как два норвежца бардали якобсен как шмидт как моргенштерн все они показали неудачные прыжки до васильева рекорд был в 2005 кстати году да между тем остается у нас включая дмитрия васильева всего четыре спортсмена шли ран за оружие свою первую попытку выполнил так что все ближе и ближе мы к финалу но за дмитрий васильев блистательный прыжок совершает метра 204 что уже точно можно сказать пятое место в общем зачете кубка мира он за собой застолбил до двести два с половиной метра на подиуме очевидно он сегодня не будет если особенно исходить из того что второй попытки наверное не будет но по крайней мере определенный уровень все равно васильев подтвердил даже в таких сложных надо сказать условиях когда пришлось заново выходить на трамплин когда сократили разгон двести два метра это будет сейчас какой-то смотри оценки даже хорошие поставили дмитрия но пятый результат тройка пока остается неизменный три прыжка на двести десять метров малыш лирензауэр косаи малыш помню одной победы в этом году так что да да может быть ну правда что скажет два подиума один из них здесь в планице так не одной победы конечно скажет харри олли но дмитрия васильева как мы уже сказали можно поздравить с выполнением незадачный сезон наверное не с отличным выступлением вот это вот тоже претендент у нас на подиум сегодня потому что двести одиннадцать метров прыгнул харри олли посмотрим какие у него будут оценки мы помним что у малыш оценки были высочайшие а выигрыш по длине всего лишь одна целая две десятых балла то есть все будут решать сейчас оценки арбитров если 19 баллов не поставят харри олли то он проиграет малыш ему нужны оценки 19 18 половиной желательно с упором на 19 потому что один метр на таком трампли не это не эфемерный сошла поставить нет ни одна 19 оценка не была поставлена и поэтому несмотря на преимущество по длине воли все-таки проиграл малышу шарензауэр отошел на третье место таким образом но у нас еще есть вполне возможно что его вообще выйдет у стройки вряд ли прям скажем это сделает орган клой цель потому что он показывает у нас есть запасе еще сама надо далеко кстати прыгнул и цель для себя тоже за 200 метров такое впечатление ну или под достойный прыжок для победителя турне четырех трамплинов и двукратного чемпиона мира и одного из безусловных триумфаторов сезона вровень сошли ренцауэром потому что у того несмотря на все рекорды нету титул видеть ли турне четырех трамплинов и нету него титул чемпиона мира в индивидуальном зачете так что войцель молодец восьмой ну и что последний участник симона ман лишенной прыжка на двести тридцать три метра но сейчас у него есть шанс побороться с лучшими хороший хороший будет прыжок по моему это самый далекий сейчас будет или не хватает нет чуть-чуть не хватает на посмотри на 210 211 туда же приземляется 7 210 и опять же все будет зависеть от оценок но мне кажется что все таки выиграет симон у малыша были очень малыша бы конечно да хотя малыша может быть он не обойдет а вот оли на должен по идее потому что метр проигрыша смотри он красиво ну то есть хорошо тут уже пошли субъективные факторы потому что слишком небольшая небольшая феноменальная кстати говоря получилась борьба пять человек в метре оказались ну и тут все пошло и приземление гораздо чище чем оли все тут все будет зависеть от судей ну что какие оценки получает амман второй я 3 3 причем разница будет ну совершенно микроскопическая между этими участниками шлорензала таким образом четвертый вопрос в том бы скорее всего кашет засчитают как официальный результат должны покажите 6 с половиной 206 и 226 ровно 205 и 5 205 и 1 крайне 6 дмитрий васильев седьмой кая десятку мартин ну интересно еще посмотреть где находится денис корнилов как никак он тоже участвовал вот тех соревнованиях в этой эпопеи с первой попыткой где-то подальше явно будет ну что вот такой у нас результат пока что по итогам первой попытки нам показывать замечательный славянский городок пиран почему-то вдруг из того ни сего не знаю уж по какой причине дабы вот сейчас решили показать нам остается только дождаться все-таки это ясности будет 2 попытки сейчас из того чтобы показывать красоты славянской природы конечно хотелось бы понять с точностью что происходит пока вот видим что не дают каких-то определенных вещей но пока видимо вторая попытка планируется сейчас видимо будут решать там укладываются или во время по времени они укладываются потому что все будет зависеть от телевизионного графика многих каналов пока вот малыш является лидером сейчас сейчас повторюсь мы дождемся ясности и после чего мы разумеется уйдем из эфира потому что лыжные гонки в четырнадцать пятнадцать чёрст напоминаю начнется прямая трансляция из фауна где определятся последние победители сезона там тоже финал ну а если здесь вторая попытка будет то мы ее запишем и попробуем вам скажем так показать но если будет время потому что повторюсь из-за того что слишком долго она продолжалась придется менять расписание удастся ли нам найти место да вот посмотрите поход да я хотел сказать что вероятность финального раунда крайне низкая но вот пожалуйста решили повторюсь следите за зимовьем разумеется когда только будет определенно с тем когда мы это вам покажем покажем ли вообще новостях Может быть как-то еще То, разумеется, мы вам об этом сообщим Пока же Василий Агапов и Кирилл Дементьев для вас работали Зимовье у нас продолжается Зимовье у нас продолжается Здравствуйте! На спортивном канале НТВ Плюс завершается Кубок Мира по прыжкам на лыжах с трамплина Вторая попытка последних соревнований в планице на нашем канале Та самая, которую мы не смогли показать в прямом эфире Из-за того, что первая продолжалась вместо 40 минут почти 2 часа Упорнейшая борьба у нас после первой попытки Пять человек реально претендуют на победу Их разделяет не менее баллов Кирилл Дементьев, Василий Агапов для вас комментирует Посредний этап Кубка Мира 2009 года Да, действительно, тянулись у нас эти первые попытки Очень долго была под вопросом и эта Но все-таки решились организаторы поломать эту неприятную традицию И проводят эту вторую попытку, финальную в этом сезоне Первая завершилась победой поляка Адама Малыша Он улетел на 210 метров Конечно, вот эти результаты, кто куда приземлился, они несколько условные Потому что в первой попытке постоянно там двигались ворота Постоянно переносились старты из-за ветра В общем, происходило неизвестно что Поэтому Малыш вот удачно попал в такой, наверное, порыв И он выиграл первую попытку Следом за ним Хариоли Третий Симон Аман Четвертый Грегор Шлирензауэр Дмитрий Васильев седьмой Но, к сожалению, реальных шансов на победу Сегодня у Васильева немного Только если удастся ему серьезно добавить Во второй попытке Насколько это будет возможно, мы увидим Ну, а вообще, действительно Фантастические совершенно получились результаты В итоге четыре человека прыгнули на 210 метров И один на 211 В результате на пятом месте наряке Касае у него 205,1 Балла и 206,5 у лидера Адама Малыша То есть измениться тут может все разительно Ну и Роберт Кранец с Дмитрием Васильевым В общем, тоже несравнительно недалеко И теоретически они могут еще побороться Если не за победу, то за подиум Да, действительно Ну, а еще стоит отметить Что в первой попытке у нас было 33 человека И вот трое во второй раунд проходит 30 всегда Но и трое все-таки отсеялось Это Ерне Дамьян, Словенец Юте Ватазе и Виле Лоринто Виле Лоринто вообще Для него этот этап планницы Ну, не то что ужасный Да, но мог закончиться вообще Очень даже плохо К счастью, все обошлось Во время полета его очередного Чуть было не перевернуло Не развернуло Но все-таки обошлось Как я уже сказал Пока лучший прыжок показал Вот сейчас Андреас Кютель 205 метров Серьезная длина Но Андреас Кютель выходит на первое место Не повезло ему в первой попытке Но зато во второй Удалось ему показать далекий прыжок Все абсолютно участники В первой попытке прыгали по два раза До... За исключением Шлирензаура, наверное На него как раз вот так вот пришелся этот момент Да, действительно Он единственный прыгал один раз Потому что многократно переносили стартовую площадку Первый раз это было сделано После прыжка Мартина Шмидта Как раз перед Дмитрием Васильевым Затем еще раз После того, как Симон Аман Прыгнул на 233 метра Ну и в результате установили четвертые ворота С которых заново все пошло Ну и с большими приключениями Опять же с ветром Со всем этим делом В конце концов все-таки первую попытку В два часа уложили Сейчас из пятых ворот Идут прыжки Чуть побольше будет разбор Да, вот Несмотря на все сложности По всей видимости Вальтер Хофер Твердо решил стоять на своем И все-таки провести вторую попытку Видимо, наверное Чтобы не обвиняли его там В какой-то предвзятости Или еще чем-то Так что Несмотря ни на что Сейчас Атлеты соревнуются И надо сказать, что Судя по всему За время этой паузы Удалось им Может быть подкрепиться Как Вольф Гангулетелю Который Показывал, что слегка Проголодался он За время ожиданий Может быть там Просто пообщавшись С кем-то из тренеров И так далее И В общем Настроение у них явно Улучшилось Видно это и по Мартину Шмидту Который сейчас улетел На 216 метров Это при том, что В первой попытке У него было Всего-то Вначале 217 А потом 176 Да То есть Всего 176 Так что Вот Очень даже неплохо Да 216 метров Это пока лучший прыжок дня Потому что Все остальное Не пошло в зачет Ну и Мамсер Шмидт Выходит, конечно же На первое место С таким прыжком Еще бы Добавил он 40 метров Результат В первой попытке Но Там Немножко ему не повезло Из погодой В общем Перепрыгивать пришлось Там Шмидт пока остается С прыжком На 216 метров Сейчас будет прыгать Рор Лёкий Сой Из Норвегии 179 И 5 Его результат Во второй Части первой попытки Да Ну и стоит отметить Также что Сейчас Атлеты стартуют С пятых ворот В первой попытке Сначала Стартовая площадка Была установлена На 10 уровне Потом Опустилась на 6 Потом на 4 И вот сейчас Ее все-таки Приподняли И она На 5 Пункте Ну а это Рор Рор Лёкельсой Хороший В принципе Прыжочек Он продемонстрировал Добротный Такой 193 с половиной метра Не выдающийся Но и Ничего Ужасного В принципе В нем тоже нет Ну безусловно Шмидт останется Лидером Кютель По всей видимости Будет По-прежнему Вторым Потому что Лёкельсой Не сумел Лететь Далеко Да Пока что Третье место Занимает Норвежец И Следующим На старте Будет Матти Хаут Амяки Откуда-то Он С луны Спустился Видимо Он праздновал Нет Он видно Долго Очень праздновал Новый год Так вот Затянулось У него Затянулись Новогодние Рождественские Каникулы А вот А так Это даже Вы знаете Это Из финской Команды Представитель Так что С чего Вдруг его Дорядились Дед Обморозов Не знаю Видно Уже Ёлы-пуки В общем Все что мы Сейчас с вами Видим Это уже Больше похоже На такое Развлечение Суть по всему Да и Сегодня Ну и в целом Сегодняшние Соревнования Потому что Настолько Они притомили И тренеров И участников Что их Уже никто Всерьез И не Воспринимает Пока у Ёлы-пуки Не получается Да И счастье Может быть Стоило ему Передать флажок Яна Ва Отайнину Все таки Ну вот Видимо Загораемся Зелененький Да Как светофор Поэтому Дед Мороз Финский Все таки Дал отмашку Мать Тихо Томяки Вот прыжок Пойнтера Пойнтера Должны были Уже Нарядить Какой-нибудь Австрийский Австрийский Костюм Ну а Вольгенгуштайрту Надо было Валенки выдать Наверное И Что еще Сейчас увидим Удалось Пререзайти Пока Сейчас он Конечно Страна Ну а Ну и еще раз Повтор Прыжка Мартина Шмидта Да Полет был Замечательный Один из лучших За сегодня Пока Лучший Если брать То что Пошло В Зачет Сам Мартин Тоже Понаблюдал За своим Выступлением В принципе Остался Доволенным Судя по Выражению Лица его Ну и Вновь Дело Близиться К норвежцам Да Это тот же Андерс Якобсен На котором Обычно Поднимается Ветер Их сейчас Будет Сразу Три Подряд Якобсен Следом За ним Хильде А потом Еще и Йохан Роменевенс Да Подряд Норвежская Команда Вся Будет Выполнять Попытки У Якобсена Был очень Далекий прыжок На 216 метров Который не был Засчитан Ну и вот сейчас Он тоже далеко Улетает Метров на 210 Так Ориентировочно 205 Нет Я ошибся На метров на 10 Да Глазомером Не очень Здорово Так что Сейчас на второе место Выйдет Андерс Якобсен У Шмидта Он выиграл Немного Всего там 7 метров А здесь Более 10 Преимущества У немецкого Прогуна Так что Якобсен Останется Сейчас Вторым Кютеля Безусловно Обойдет Тем более Замечательное Приземление Хорошие оценки Да На второе место Пока Задимает Андерс Якобсена Шмидт Он проигрывает 7 баллов Ох И самолет Там даже появился Да Разгулялась Погодка Прыжковая Именно погода Наверное В Словении Совершенно Замечательное И солнышко И чистое Небо Вот Когда праздник Уже заканчивается Да Вот Тут пришла Погода Самая пора Ну что же Сейчас С чем-то Почему-то Возникла пауза После прыжка Андерса Якобсена Как всегда Да Должен сейчас Появиться Том Хильде Попросим его На стартовую площадку Пока что Как-то не очень Складывается Ох Гребен Штаренсауэрд Артем На очки Надел На полного Уже Вот Том Хильде С неизменной улыбкой Кто-то Серьезно Вот видишь Кто-то Например Как Дмитрий Васильев С серьезным выражением Лица Да Усаживается На скамейку А Том Хильде В приподнятом настроении Отправляется В полет Уже отпуск скоро Для него Заканчивается Сезон Пока правда Он не отправляется Потому что Нет Не дают ему Разрешение Выполнить Парыжок И не дадут Пока Опять Поднялся Ветя Ну как всегда На норвежца Норвежцы Это Может быть Вот интересно А если бы они Не участвовали Сегодня в соревнованиях Вот Может быть С ветром Было бы все в порядке Как думаешь Теоретически Это возможно Но поскольку Без норвежцев Редко какие соревнования Обходятся Ничего не поделаешь Да Надежда организаторов На том Что вторая попытка Пройдет Без сучка Без задор Тоже похоже Не сбываются Хотя Хильде Вновь На Трамплении По крайней мере Сейчас он прыгнет Достаточно Успешно Но насколько Далеко Осмотрим Не очень Далеко А Прямо скажем Совсем Далеко Не долетел До Оставать Метровой Надсечки 172 С половиной Да Помешал ветер Наверное Тому Хильде Ну что Ну что же Завершил Завершил и он Сезон Что он хотел нам Показать Интересно Вот этим жестом Спонсора своего Или что У Кали Кейтуре их нет Может быть Может быть Это Такой Жест Для Кали Кейтуре Может быть Обратись вот сюда Парень За спонсорами Может быть Кстати Кейтуре Будет прыгать Уже довольно скоро Сейчас Йохан Ремен Эвенсен Третий Норвежец Подряд У норвежцев Не получилось Первая попытка Больше мы их не увидим А нет Еще Андерс Бардель Будет виноват У него все таки Чуть подальше Было Но пока Опять После прыжка Хильда Возникает Пауза Вот только Эвенсен Как и большинство Норвежцев С длинными волосами Он любит они Ну у них Рок-группа Сам понимаешь А в рок-группе Выступать Без длинных волос Не положено Не положено Да Собственно говоря Эвенсен На трамплине В первой попытке У него было 184,5 метра Сейчас Что-то совсем Не полетит Но Тем не менее Он так удовлетворенно Вскидывает руки вверх Еще и просит поддержки У публики Так что Помощник Микки Коенкоски Прыгнул вместе С Эвенсеном А Сам Шеф-тренер Остался В таком Статическом положении Сейчас будет прыгать Тот самый Кали Кейтуре Которого на лыжах Призыв Спонсорам Помочь ему А вот Собственно Йолы Буки Не знаю Кого это Именно Чтобы подошел На эту роль Один за другим Неудачные попытки Мы видим Кейтуре Сегодня Вряд ли Охота за спонсором Принесет Дивиденды Хотелось бы Подальше прыгать А то непонятно На чего Его спонсировать Чтобы он На 171 метр Улетал Это не слишком Большая честь Для компании Которая решит Его Спонсировать Сейчас По каждому Интересно Опять Своей Мирже Да Вот Обязательно Говоря Пожалуйста И адрес Его Интернет-сайта Кейтуриком Да Куда обращаться Михаил Ноймайер Немецкий прыгун Следующий Но он В общем Здесь В плане Цены Отличаются Высокими результатами Какие-то у него Прыжки Не эмоциональные Просто Виды уже Так На автоматичном Завершает Не вкладывают Душу В них Все они Примерно У него Куда-то Куда 187 178 188 То есть Не провальные Но и не хорошие А у немцев А у немцев Вообще Да Вот мы с тобой Сегодня практически Ни на кого Не обратили внимания Кроме Мартина Шмидта Да То есть Вот пожалуй Лишь он Каким-то образом Пытается Что-то такое сделать И наверное Там и бьется Не только сам с собой Но и вот с погодой Настроение Настроение уже Не чувствуется Да А остальные немцы Совершенно На автомате Да Просто на автомате Как Ноймайер Два таких Солидных Крепких Добротных прыжка Не более Прыгнул Приземлился Рукой помахал И пошел Шмидт остается Лидером Пока даже Никто к нему Особенно Не подошел Кроме Якобсона Ну а после Ноймайера Прыгает И ту Которую прыжок Тоже Получается Недальний Да Еще раз Наверное Можно напомнить Как Располагать Как выглядит У нас Пока что Тройка сильнейших Это Возглавляет Ее Мартин Шмидт Второй Андерс Якобсон Норвежец Ну и третий Андрес Кютель Между тем Остается Еще 14 человек У Нито Пока Седьмой результат Два прыжка Примерно Одинаковых Он сделал Примерно Как Ноймайер Вот Симон Аман И Дмитрий Васильев Ну и в конце Прыгать Не часто Увидишь Дмитрия Васильева Беседующего С кем-то Кроме Самого себя Внутренне Пожалуй Симон Аман Видно Совсем Заскучал И решил Присоединиться К Дмитрию Васильеву Ну а На каком языке Они общались Наверное На немецком Потому что Дмитрий И да К сожалению Опять у нас Норвежцы Вот как Как не норвежцы Так ветер Поднимается Ну вот Чувствуют их Чувствуют их Природы Чувствуют Природой Да Это уже Закономерность Тут Не приходится Гадать Вот Бардаль Последний Из них Так что Будем надеяться Что В дальнейшем Пройдет Бессрывов Ну а Васильев Наверное Общается С Симоном Аманом В данный момент На немецком Потому что Ну понятное дело Симон русского Не знает А Дмитрий Для того Чтобы Иметь возможность Общаться С Вольфгангом Штаертом Ну и вообще Все таки Прыжки с трамплина Очень популярны В немецкоговорящих Странах Сейчас занялся Изучением Немецкого языка И Вот наверное Свои познания В нем Он Симону И демонстрирует Ну а между тем Андерс Бардаль Дождался Таки Старта Так что Вот этот вот Камень в горле Будем надеяться Прошел Да Больше их у нас Не будет И В общем Конечно Далеко Улететь ему Это не помогло Но тем не менее 194 с половиной метра Вполне Приемлемый Результат Шмидт 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 Шмидта он не подвинет Был у него запас Перед немцем 13 метров Но 216 Результат Шмидта Так что пока Бардлиу не приходится Задумываться о том Чтобы его Обойти В следующем будет прыгать Михаил Урман. У него было 192,5. Опять же, чтобы Шмидта обойти, ему нужно прыгать на 200 метров. Минимум, а то и подальше. Вот он, пожалуйста. Олимпийский чемпион 2002 года, равно как и Мартин Шмидт, и Штефан Хорки тоже были чемпионом. Четвертым в команде, а, собственно, первым, их тогда был Свенхан. Михаил Ноймайер тогда в команду не попал, а вот у Ноймайера с ЛФ. Совсем, да. Прыжок слабый получился. Даже, можно сказать, да, он просто не получился. Вот так будет правильнее. Ну и, наверное, вот сейчас можно вспомнить и о Георгии Шпете, которого все-таки не хватало в этом сезоне немцам. Была надежда на то, что Георгий Шпет все-таки будет выступать в этом году, перед началом сезона. Но потом выяснилось, что у него травма колена, там была проведена операция, и, в общем, выбыл он так до конца сезона. Ну, а вот лучший из французов, Эммануэль Шидаль, должен сейчас будет отправиться в бой. Да, зрители продолжают оставаться на позиции, хотя уже таких эмоций, как... Да, тоскуют, тоскуют. Ну, правда, Роберт Кранец будет еще прыгать в последние десятки. Наверное, тогда они немножко все-таки... Разойдутся. Да. Пока вот на других спортсменов они как-то не очень реагируют. Немножко, может, уже и подустали от того, что долго все это продолжается. Мартель Шмидт на лидерском месте. Пока что никому сдвинуться не удалось. Может, так и в десятку сильнейших пробьются. Только Шидаль и Штох остались. А, в общем, у них прыжки были в первой попытке существенно уступающие тому, что Шмидт показал во второй. Да, и вновь у нас небольшая пауза возникает, с помощью которой нам вновь напоминают положение дел на данный момент в турнирной таблице. Но МНЛ Шидаль все-таки появляется на стартовой площадке. Да, у него было 194 метра, у этого француза. И тоже прыжок, как и у Урмана. Показалось, будет сорвать, но нет. Как-то вот на низкой вот этой точке удалось Шидальу пролететь еще определенное количество десятков метров. В итоге он показал 189 метров. Неплохо. Неплохо для такого неудачного ухода со стола отрыва. Показал, что его тоже сейчас обрушат по трамплину. Но нет, как-то вот протянул. Внизка не достаточно. Чуть было не коснулся уже лыжами горы, а потом все-таки показывает МНЛ, что не получился у него уход со стола. Ну а Дмитрий Васильев продолжает готовиться к своему прыжку. И Камиль Штох закрывает первую двадцатку. У него было 195,5, то есть тоже ему нужен прыжок за 200 метров, чтобы попытаться хотя бы обойти Шмидт там. Или хотя бы опять же 195 метров. Ну вот у Штоха это получается великолепный прыжок. Это, кстати, возможно, будет его личный рекорд. Потому что у Камила Штоха... Было 210,5 метров. Нет, не удалось. Не удалось. Но зато он сейчас перехватит лидерство у Мартина Шмидта и будет первым. Ну вот посмотри, если говорить о Камиле Штохе, то получилось, что на него ветер никоим образом не повлиял, никоим образом не сказался на нем. Потому что Штох великолепно выступал и в команде, и сегодня. В общем, результаты у него очень даже хорошие. Ну что ж, на данный момент Камил Штох перехватывает лидерство. Мартин Шмидт остается на втором месте. Но в борьбу еще не вступила первая десятка. Итак, Камиль Штох возглавил пока что, захватил промежуточное лидерство. Сдвинул он таким Мартина Шмидта на вторую позицию. Третий Андерс Якобсен. Денис Корнилов пока что седьмой. Но и впереди десятка сильнейших. Денис Корнилов пока что седьмой. Субтитры делал DimaTorzok И он пока что занимает это импровизированное, импровизированный подиум Мартин Кох открывает последнюю десятку своим прыжком на 196,5 метров Он будет сейчас выполнять первую попытку, вторую свою попытку Ну и хотелось бы ему, конечно, в этой первой десятке, наверное, остаться Там высокие результаты и у Штока, и у Шмидта тоже желательно прыгать Ну хотя бы туда же, куда он улетел в первой попытке у Коха получается Где-то вот под 200 метров там такое впечатление Улетел, так сейчас будет вторым после Камилы Штока 197, да, чуть-чуть все улетел до отметки в 200 метров Но для того, чтобы выиграть у Шмидта, скорее всего, ему этого хватит Хотя метр лишний, от оценок будет зависеть Может, теоретически даже у Шмидта и Мишмидта-то и не обыграть Крыжок недалекий Ну сейчас посмотрим, оценки у него довольно-таки обыденные, скажем так, по 17,5 баллов Да, вот именно поэтому он третий, то есть Шмидт в десятку сильнейших таки пробился Все-таки Выбил из нее, по крайней мере Точнее, нет, пока Камил Штока Камил Штока Не вошел Пробился, Шмидт нет Сейчас будет прыгать Вольган Глойц Ну вот, уже было 199,5 А дальше пойдут уже 200 метров Что получится у Лойца Недалеко Вот он точно в десятку сильнейших, соответственно, у нас не попадет Потому что прыжок со 180 метров, 2,5 метра Так что в десятке сильнейших сегодня Вольган Глойц мы не увидим Да, его выступление, наверное, можно охарактеризовать как отмучился Да, потому что вряд ли он мог Точнее, не удалось ему что-то показать здесь Больше он выжидал, наверное, и видим, какой он расстроенный Уходит отсюда Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, вот ключевой, пожалуй, момент для сейчас сборной России Удастся ли Дмитрию Васильеву сейчас показать хороший результат И остаться впереди Мартина Шмидта Для этого, в общем, ему надо просто неплохо прыгнуть Васильев, конечно, это перевык Да Прыжок невыдающийся, но, по крайней мере, в высоком классе исполнен Двести четыре с половиной метров результат Васильева Он сейчас выйдет на первое место Кудалк прыгнул на 195.5, он пока временно второй Шмидт пока третий Ну, а Васильев сейчас обойдет Штоха, разумеется И перед прыжками Роберта Крайниц, Миряки Касаи, Грегора Шлеренцауэра, Симона Амана Хариолли и Адама Малыша Будет лидером То есть, как минимум, то место, которое Васильев занимал после первой попытки, он сохранит А как будут прыгать другие? Сейчас посмотрим Итак, вот сейчас оживляется славянская публика Роберт Крайниц будет выполнять свою попытку Да, еще отметим, что Роман Кудалько, который прыгал перед Васильевым Показал неплохой прыжок на 195.5 метров И приземлился на второе промежуточное третье место Крайница была 216 в том прыжке, который не засчитали И сейчас он вновь далеко летит Да, Крайниц хорош, просто великолепен Заслужил он нам взять, в принципе, на сегодня место на подиуме Конечно, конечно И главное, что Крайниц стабилен, так же, как, впрочем, и Васильев На протяжении всех вот этих трех дней Крайниц был стабилен И показывал отменные прыжки Ждем Причем стабилен не просто в районе 190 метров, 180, а именно вот за 210 Да Итак, сейчас мы ждем окончательного замера его прыжка Очевидно, что он будет первым Проигрывал он порядка 5 метров вот этой вот пятерки лидеров Которая располагалась непосредственно и близко друг от друга Сейчас прыжок далекий И может Крайниц теоретически еще даже попасть на подиум Если позволят это другие 212,5 результат Крайниц Да, и посмотри на оценки Высочайшие Высочайшие оценки Ну что, серьезная задача сейчас будет у пятерки лидеров Которая, конечно, фантастически плотно располагается друг за другом Начинать будет на Риаке Касае Вот про Крайница 20 баллов ему не поставили Но все-таки чувствуется по оценкам, что судьи ему все-таки симпатизируют Да, наверное Местный спортсмен можно Да нет, я не в этом смысле А в том, что, вот как мы с тобой говорили, заслужил он этот результат Касае мимо За 200 улетел, но Крайницу проиграет Не удастся Япон Да, даже за 200 улетел 196,5 И Васильев он тоже проиграет, кстати говоря Соответственно, получается, что Васильев еще одно место выиграет, как минимум Касае не долетел до 200 метров Умирает он всего лишь 133,8 за дальность 391,4 И четыре ровно балла Дмитрию Васильеву на Риаке Касае проиграл И Крайница Васильев, соответственно, выиграли по позициям Крайница уже как минимум пятый, Васильев как минимум шестой Да, ну а для Дмитрия главное, что Мартин Шмидт сзади Так что уже это говорит о том, что он точно закончит этот сезон на пятом месте Мартин Шмидт шестой пока на данный момент А прыгает Грегор Флоренца Да, вот так вот непривычно, да, что Грегор Грегор только сейчас, вернее уже сейчас появился на старте Всего 200 метров Да Да, вот это вот так Видимо на подиуме даже сегодня не будет Грегор Шлеренцауэр Крайница Васильева, то он, конечно, обойдет Тут вопросов нет, но Крайницу проиграет совершенно точно Так что пока лишь вторым, пока лишь вторым будет Грегор Шлеренцауэр Очень старался вытянуть подольше свой прыжок, но не понятелось как надо Да, лишь второй, при высоких очень оценках Второй прыжок, видите, почти на 10 метров у него оказался короче Ну не все же выигрывать, все равно Кубок Мира никуда Шлеренцауэр не делся Равно как и рекорд Он набрал огромное количество очков Больше 2000 Побед Больше 2000 Поклонился Шлере публике И заслуженно отправился принимать поздравления Теперь Симон Аман Мы тоже нужно Прогреть далеко Да, Сими показал в первой попытке Даже непонятно в какой Какая это была, первая или вторая В общем, на 233 метра он улетел Сейчас, ну, конечно же, не так далеко Но за 200 метров это точно Наверное, в районе будет 208 Да, 8 Этого хватит, я думаю, чтобы выиграть У Крайница, хотя у того очень высокие оценки Все будут решать сейчас баллы 4,5 метра он проигрывал, выигрывал в первой попытке Сейчас проиграл 4 19,5 было у Крайница То есть, если Аман не получит такие же оценки Он проиграет Роберту Крайницу Эти оценки у Амана тоже могут быть Да, уже видим мы его оценки По 18,5 баллов и 19 Все проиграл Проиграл Даже Шелинцауру проиграл Нет, Шелинцауру не может проиграть Я все-таки первый Первый, Симон Все-таки выиграл Все-таки обошел Поздравляем Симона Просто молодец Он тоже заслужил Ты знаешь, вот даже непонятно Кто из них больше заслужил этого Потому что Крайниц, конечно, он прыгал очень здорово Но Симон, вот за то, что он провел весь этот сезон Одинаково, допустим, они оба на первом месте А, ну тем более Да, вот, наверное, это подтверждение наших слов Что даже вот по оценкам не смогли их развести Потому что, ну, Крайниц здесь хорошо выступал Еще дальше Симе ровно весь сезон провел И это для него также хорошая награда Ну, а вот Харри Олли И он туда же 219,5 Совершенно заслуженно здесь же Это удар, конечно, по позициям всех Даже Адаму Малышу будет тяжело Превысить такой результат 219,5 метров Абсолютно лучший прыжок До этого лучший был у Шмидта 216, но Олли показал Что он умеет, конечно, очень далеко летать Если соберется А сегодня у него это получилось Ну и один человек всего может теперь Улучшить результат Олли Но как же тяжело это будет сделать Адаму Малышу Практически невозможно Счастливый Финн И принес счастье вот этот вот Принес счастье Дед Мороз Вытащенный откуда-то из финской берлоги Ну и Сегодня у нас будет 4 человека на пьедестале почета Если, конечно, надо Малыш не сорвет окончательно прыжок Но вряд ли это произойдет Скорее всего Должен все-таки польский Бэтмен соответствовать Пока Аман и Крайниц были лидерами Но Олли их обошел Они сейчас вместе на втором месте Итак, Малыш Последний прыжок дня Очень далеко Но покороче Метров 200, да 12, думается 210 у него получилось 210 скорее У Адама Малыша 209,5 Да, 209,5 Ну что ж, Адам Малыш занимает второе место И мы подводим итоги сегодняшнего дня Который получился достаточно субатошным Победу очередную свою Кстати, уже третью в сезоне одержал Харри Олли Он победитель планицы Второе место занимает Адам Малыш Ну и третье поделили Симон Аман и Роберт Крайниц Грегор Шлеренцауэр на сей раз вне пьедестала почета Лишь пятый И шестое место занял Дмитрий Васильев Которого мы поздравляем с пятым местом В общем зачете Кубка мира На этом все Для вас работали в течение всего сезона Василий Агамов и Кирилл Дементьев Счастливо увидимся на канале НТВ Плюс Спорт Спасибо, до свидания С надеждой на светлое будущее